22 января 1883 года на Алексеевскую площадь под высокие окна окружного суда Казалось, сходилась и съезжалась вся Самара А за деревянным барьером, отделявшим преступника от публики на скамье подсудимых Сидел всесильный предводитель дворянства Самарского уезда Граф Николай Александрович Толстой Обвинявшийся в погушении на убийство земского служащего Алексея Бастрома Поговорим о дуэлях на Самарской земле Возвращаемся в позапрошлое столетие Итак, оглашены условия дуэли И приговор судьбы вершится без помех А Пушкин, точно он забыл о страшном деле Рассеянно глядит и щурится на снег Январскому суду предшествовал ряд непростых событий в жизни графа Толстого и его близких Какими были эти события, сегодня не скажет никто А документы рассказывают о них по-разному и разное Вот, например, один из таких документов Рапорт, написанный Николаевским уездным исправником На имя господина начальника Самарской гувернии 17 июня 1882 года Граф Толстой заявил, что жена его, беременная и душевно больная Александра Леонтьевна, графиня Толстая Насильственным образом увезена из Самары в Николаевск И содержится под замком у председателя уездной земской правы Бастрома Который всех постных от графа Толстого встречает с револьвером в руках И таким образом лишает возможность взять графиню обратно И доставить ей медицинскую помощь, как душевно больной Желаю убедиться, что все изложенное в письме графа Правда Исправник отправил в дом к злодею Бастрому своего помощника Который выполнил это поручение и, вернувшись, доложил следующее Входная дверь в квартиру Бастрома в самом деле была заперта на крючок Как это принято в Николаевске Но отомкнул ее сам Бастром Никакого револьвера у него в руках при этом не было А просидевши у Бастрома более часу Он не заметил ничего, что стесняло бы действия графини Которая находилась здесь же, в хорошем расположении духа И читала газеты В выезду ее из Николаевска при этом никто не препятствовал Но и желание куда-либо выезжать она не выражала Таким образом, затея графа с привлечением на помощь полиции окончилась конфузом Ему не удалось никого убедить в том, что его жена душевно больная Как никого не удалось убедить и в том, что его соперник изверг и злодей Но вот только планов мести Бастрому граф не оставил Это месть обязательно свершится Но только чуть позже Расстанемся ненадолго с графом Толстым И поговорим о графе Толстом Но уже о другом Толстом Сыне его сиятельства, писателе Алексея Толстом Ему, молодому тогда еще графу, судьба Тоже приготовила возможность стать участником очень примечательной дуэли Правда, принял он в ней участие не как дуэлянт, а в роли секунданта Эта дуэль состоялась 22 ноября 1909 года И стала последней дуэлью в русской истории По крайней мере, последней дуэлью между поэтами К счастью, на этот раз все обошлось благополучно Если не считать потерянной одним из дуэлянтов Калоши Которая застряла в сугробе еще на пути к поединку Причиной же этой дуэли между Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым Была женщина, выдуманная первым и влюбившая себя второго Ну а мы пока вернемся в конец 19 века И расскажем вам о дуэли, которая чуть было не произошла В ноябре 1897 года Между инженером и писателем Николаем Георгиевичем Гарином Михайловским И его соседом по имению отставным поручиком Будищевым Случись эту дуэль, мы так никогда и не прочитали бы Многих замечательных произведений Гарина Но, к счастью для нас, обстоятельства сложились иначе Дуэль не состоялась и противники так и не нажали на курки пистолетов А дело было так Неподалеку от Гундаровки, где жил в своем имении Гарин Находилась резиденция земского начальника Будищева Который терпеть не мог либерала из Гундаровки А часто гостивших у него строителей железнодорожной ветки Называл динамитчиками Распускал он грязные сплетни и о служащих имения Гарина О его друзьях и о нем самом Оскорбленный не столько за себя, сколько за своих друзей Гарин написал Будищеву оскорбительное письмо И тот прислал секундантов с вызовом на дуэль Вызов был принят Гарином И вот здесь-то в дело вмешались обстоятельства Не будь которых могло бы произойти непоправимое Случилось так, что Гарину в это время надо было ехать в Петербург Для сдачи отчета о строительстве железнодорожной ветки Поэтому Гарин предложил назначить дуэль на 1 ноября 1897 года Сразу после своего возвращения из столицы Предложенная дата была принята секундантами Будищева Однако он сам, решив по-видимому скомпрометировать Гарина Составил вместе с секундантами нечто вроде протокола В котором обвинил последнего в уклонении от дуэли В дело вмешался предводитель дворянства Чемодуров Который встал на сторону противника Гарина Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Александрович Пишу вам как дворянин своему предводителю дворянства Не для меня это нужно, а для вас И того общества, предводителем которого вы являетесь Считаю своим долгом просить, а вашим долгом вникнуть в это мое заявление И помочь мне восстановить мои права Отнимаемые от меня вами, нашим предводителем С таким поразительным, на мой взгляд, произволом Изложив в письме к Чемодурову всю историю конфликта И переговоров с уполномоченными Будищева Гарин с сожалением констатировал Что при сложившихся обстоятельствах Когда о дуэли стало известно Слишком широкому кругу лиц Дуэль, по-видимому, невозможна Поэтому он предложил решить вопрос судом чести Который предложил провести 4 ноября Сразу после его возвращения из Петербурга В случае изъявления согласия противной стороной на суд чести Писал он Я немедленно укажу своих судей Если же до 4 ноября ответа на это письмо не воспоследует Я буду считать все свои счеты с господином Будищевым завершенными Но тогда, поставленный в безвыходную необходимость Писал Гарин Я обращусь к укрывшим за собой моего оскорбителя Обращусь к укрывшим за собой моего оскорбителя И укрывшие оскорбителя Гарина Прекрасно понимали Что это не те слова, которыми бросаются налево и направо Однако не дуэль, не суд чести так, по-видимому, не состоялись Но вся эта история не прошла бесследно для Гарина И по горячим ее следам он написал пьесу «Жонглеры чести» или «В медвежьих углах» Что такое дуэль, говорит одна из героинь этой пьесы Прежде всего, это никуда не годное средство В смысле подбора членов общества При таком подборе общество всегда рискует терять Своих Пушкиных и Лермонтовых И получать взамен их убийц А мы возвращаемся к дуэли между Гумилевым и Волошиным Состоявшейся в ноябре 1909 года в Петербурге Напомним, секундантом одного из стрелявшихся, Волошина Был вчерашний самарец Алексей Толстой Оба дуэлянта опоздали Автомобиль Гумилева застрял в снегу А Волошин потерял в сугробе Калошу И долго разыскивал ее Гумилев требовал стреляться на расстоянии пяти шагов До смертельного исхода Секунданты не допустили этого И Толстой отмерил 25 шагов Пистолеты Пушкинского времени Были мало приспособлены Для стрельбы в сырую погоду К тому же, дуэлянты Не умели как следует обращаться с оружием Оба сделали по два выстрела Гумилев целился в противника Но промахнулся А Волошин стрелял в воздух На этом дуэль была остановлена К счастью, дело обошлось без кровопролития А мы, между тем, возвращаемся к выстрелу Графа Толстого Который все-таки прозвучал И достиг своей цели Правда, прозвучал он совсем не на дуэли От нее Алексей Бастром отказался Мол, какие дуэли? Ваше сиятельство На дворе, как-никак, конец 19-го столетия 20 августа 1882 года Лакей донес его сиятельству Который ехал в поезде Только что отошедшем от станции Безенчук В сторону Сызрани Что на этой станции В вагон второго класса Вошли Бастром И ее сиятельство А через несколько минут В купе, где ехал Бастром Раздались крики И прозвучал выстрел Бастром был ранен Отбежавшим в купе пассажиром Он отдал револьвер Который сумел отнять у графа Граф бессильно Отжимал кулаки Но пускаться в драку Он, дворянин И офицер Не посмел Уж слишком Не похож был Мордобой На дуэль Пусть даже и в конце 19-го столетия Впрочем Из материалов дела Так и осталось не вполне ясным Что именно произошло В том самом купе В августе 1882 года Если на предварительном следствии Граф говорил, что не помнит точно Кто стрелял Он или его соперник Отобравший у него револьвер То на суде он изменил показания И стал утверждать, что стрелял Бастром Случайно ранивший себя в ногу Присяжные выслушали стороны И вынесли графу оправдательный приговор А пока еще он жив Пока еще он дышит Окликните его Хотя бы через век Но точно за стеклом Он окликов не слышит Рассейно молчит И щурится на снег С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова